Ну что, друзья, сейчас мы идем встречаться с еще одними путешественниками, я только знаю, конечно, Катерину, которая также мы списывали с ней в городе Панама, Панама-Сити, они искали людей, с кем можно было бы объединиться в переезде в аренде контейнера, поэтому сейчас мы идем с ними встретиться, она там с каким-то парнем, они идут на машине, машину они перевезли в Северную Америку, поэтому мы разузнаем у них, как же это получилось и сколько это им стоило. Когда мы встретились с путешественниками? Представьтесь. Слава. Катя. Так, каким образом вы и как вообще путешествуете? На своей машине. Так, где вы ее взяли? Купили в Питере. Так, и? И цель доехать до Максагор на своей машине. Максагор? Да. И искупаться в Магелланово проливе. Там же холодно. А есть гидрокостюм? Черт. Мы купили билеты, по 8 долларов стоит кино в Эквадоре, есть разные сеансы, есть дублированные на испанском, есть сеансы, естественно, на английском и мы идем на английский фильм, я где его смотрел английский, в Америке смотрел, спайдермен и где-то еще вроде бы ходил на американских фильмах. Так вот, мы идем сейчас пока затариваться, наверное, пивом в супермаркет и попробуем где-то засесть и немножко выпить и разнакомиться. Ребята, ну, приятно смотреть и увидеть, конечно, русские номера. Видимо, 98. Вот такая машина у наших друзей. Она же открывается. Давайте заглянем, что же там внутри. Там внутри бардак. Так, какого она года машина? 2001. 2001 года. И сколько же обошлось, чтобы перевезти эту машину, здесь надо свет, есть? Да. Сколько обошлось, чтобы перевезти эту машину сюда? Нет. В Америку, в Америку, в Северную, в Северную Америку? Где-то 1800 евро. Евро. А где информацию вы брали? Интернет. Мы перерываем большинство фрейтеров, те, которые занимаются фрейтером, и пока не наткнулись на голландцев, и Роттердам. В общем, они нам предложили самую лучшую цену. 1700 евро. 1550 евро. И надо сказать, что в общем-то очень неплохо с нами работать. Ну, то есть мы погрузились в Бельгии вообще как по маслу. Крутяк. Мы забыли что-то распечатать, мы там... Никакой, как бы, там, кастумс или еще чего-нибудь такого, ничего не было. Приехали, отдали ключи, и потом в Балтиморе забрали. Супер. Вот так оборудовано. Есть холодильник, ну, хламовничек. Да, совсем остальные. Да, и кроватики. Ого. Раскладывается. То есть она раскладывается перед шагальши? Офигеть. От двух человек. Угу. Но без кондиционера. Единственное, что получается... Да, кондиционера нет, да, да. Ну, нет, на 800 километров нам хватает, ну, если это не вот, 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 как-то так. А какой расход? 10 литров. 10 литров. То есть если на двоих, это грубо как два мотоцикла. У меня 5-6 литров. Ну, да. Ясный модик. Ну, еще можно спать все-таки. Да. А газовая горелка и все такое? А, у нас в другой стороне открываются двери, там плита, ящик. Это уже до этого, до вылета, до выезда вы все это продумали и все это сделали заранее? Ну, там был грузопассажир, выкинули, соответственно, багажник, там убрали сиденье, которое было, купили Икею, поставили там, соответственно. Сразу у всех будет вопрос, наверное, где же бабло брать? Какой? Ну, чтобы путешествовать. Где же вы берете бабло, накопили. Конечно, конечно. И сейчас вы никак не работаете и... Квартиры сдали и все. То есть квартира все равно пассивный доход есть? То есть это уже дополнительный бонус, как-никак? Ну, да. Ну, то есть, ну, он как бы, этот, накидывает, но... Ну, он не компенсирует. Нет, ну, он как бы облегчает. То есть совет, получается, людям, если вы хотите ехать путешествовать, то накопите деньги. Ну, нет, на самом деле, это у нас так получилось. И фишка в том, что, наверное, если бы мы больше времени этому уделили, мы нашли какой-нибудь такой же вариант, какие-нибудь дополнительные заработки, как за какого-то перевода, потому что с иностранным бонусом, что-то еще что-то. Ну, мне в этом плане повезло. Я практически появилась на все готовое. А, ну, отлично. И мы очень быстро сложились и выехали. А как так вот решили? Сколько времени вы готовились к этому? К старому, сначала, к первичному вопросу. То есть в среднем, в среднем 100 долларов в день. Расход. Это с топливом. Да, это бензин, масло, это просто, это вот, когда ты прибыл уже в Америку. Машина в Америке, и ты встречаешь тикеты, билеты, ты всегда когда что-то ходишь, посещаешь, что-то пробуешь. То есть на 2х 100 долларов. Да, да. В принципе, мы туда умудрились впихнуть и ремонт машин. Да, ремонт машин всегда что-то возникает. Все-таки держаться в этом бюджете. Это учитывая, что... Плюс таможенный, всякие сборы. Хостел, это что же, проживание, все тоже входит. Да, не, ну... Но хостелы назначились только после Мексики и только очень аккуратно. Как только повыше и не жарко, мы готовы. Ну, да, да. Машина, она удобней. Ты не заезжаешь в большие города, не стоишь в пробках там, ну и так далее. Если нет интереса, да, какого-то. Да, 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 все верно. А так, вот такой примерно бюджет. Ну, это круто, это круто. То есть уже может люди рассчитывать на, по крайней мере, какие-то цифры, чтобы спланировать километраж. Ну, это без учета фрахта. Ну, то есть без Атлантики и без Дарьяна. Ну, да, с Дарьяном тоже проблема. То есть с Дарьяном... Я недавно столкнулся с такой фишкой, это для меня TripAdvisor. Я, честно, не очень люблю TripAdvisor, но... Нет, для меня он неудобный сайт. И там было так написано, что ты можешь на мосту постоять, на Южной Америке и Северной Америке. И я думаю, ну, как люди, насколько какой географический кретинизм, что они считают, что Панамский канал, это и есть соединение двух Америк, типа, блин. А при этом, что есть еще Центральная Америка, и при этом есть еще Дарьян. Ну, короче, у нас, когда мы с Ильей пересекли Дарьян, люди все спрашивали, даже когда мы ждали лодку, почему вы не можете ехать, типа, и никто не хотел даже просто тупо взять и забить в интернете, есть ли там дорога. Очень забавный такой момент. Так, вернемся к вопросу. Так, почему вы это решили, и сколько вы собирались и готовились к этому? Да не так долго. Сколько? Ну, вот, думаю, от того, что захотелось доехать до самой дальней точки по дороге от Питера, это оказалось мы с Гором, вот, ну, наверное, года три, наверное, просто там было желание, не было подготовки. А подготовились мы, в принципе, ну, где-то за месяц в восемь, в основном машина плюс визы, там, ну, занимались там просто. Ну, и в сентябре пришло решение, что мы точно едем сто процентов, и практически, ну, процентов, наверное, сорок свободного времени посвящалось телекомпортам. А покажи еще раз карту свою, как вы проехали. Да, конечно. А как же вы получили, многие зададут вопрос, визажи, как американская виза у вас получилась? Да, я получил американскую визу. Вот, а потом канадская она практически вышла. Ну, она только разве что дорогая, но если есть американская... Но карта немножко не такая, да? То есть, это мы прибыли в Балтиморе, и потом панамерика начинается с Аляски, и мы поехали на северно-ледовитый океан, вот, сюда, в Кудхабей, через, соответственно, там, там куча нацпарков, ну, еще, Америка классная. Это сколько километров? Вот туда? Общая пробег уже составила? Вот так вот 45. 45 тысяч километров? Да, вот так вот 45. Пока. Шикарно. Ну, и плюс еще где-то 15, может, 20. Пойдем? Да, но путь это без машины, он прилегал немножко не так. То есть, он в Финляндии, до Бельгии, а потом мы не хотели ждать в Нью-Йорке долго, поэтому мы еще всю Исландию исколесили, пока паром шел. А исколесили на чем вы арендовали, там машину? Мы арендовали машину, да, и там 10 дней, вообще-то Исландия, конечно, отличная страна. Я там слышал, что новым мужьям, так как нехватка там мужчин, типа платят зарплату даже за то, что если иммигранты приезжают. 15 долларов за жениху. Да, 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 вот я тоже так услышал. Интересно, это так фейк, неправда, то есть, ну... Страна хорошая. Мы забыла, мы забыла. Подзаработать. Очень забавно. Но в палатке трудно. Да, да, да. Где было самое тяжелое, самая страна, тяжелое место, время? Тяжелое? Ну, некомфортное, скажем, бесищее. Есть, скорее всего, какие-то неожиданности, да, неожиданности, да, но это какие-то мелочи. Но по дороге, если именно дорога. Да, да, дорога, дорога. Именно дорога, то, наверное, мы не ожидали в Гватемале, да, что мы за день, за день не сможем проехать больше, чем 200 километров. Вот мы с утра до поздней ночи ехали, и там вот так, вот так, вот так, вот так. И вот мы вот 200 километров за 12 часов вышли просто. И тормоза перегрели, чуть не вскипели там. Ну, то есть, это было неожиданностью, потому что вот, ну, все петляво так. А самое опасное место? Опасное место? Было ли это вообще? Очень много людей, скажем так, которые пытаются или хотят путешествовать, боятся о том, что их, естественно, ограбят, украдут. Не знаю, мы спали везде, где хотели. Ну, то есть, вот так, чтобы мы где-то ограничивались и говорили, ой. Все пугали мексиканскими северными штатами. Мы ехали через северные штаты, не через Солив, Калифорния. Прямо через северные штаты. По-моему, боялись нас. Да, да, да. В Мексике отличная вообще полиция. Она нас так удивила. Мы никогда такого полицейского не видели, да, вообще в мире. Вот это было одно из больших удивлений. Не опасности, а удивление наоборот. Потому что эти полицейские, они помогают тебе шину поменять. Они помогают, не то, что просто там мигалкой стоят и мигают, чтобы там, ну, не аварийные не было, да, на дороге. Вот, они реально берут колесо, да, отвезут на шиномонтаж, привезут колесо, прикрутят, скажут спасибо, мы рады вам служить и уезжают. Мы реально это сами видели, потому что мы парканулись одну ночь возле какого-то, да, этих памятников. Ребята, мы приехали уже после закрытия, нам охранник говорит, ну, мы сейчас свет включим. Стоите тут лагерем, как хотите. Приехали ребята с полицией. Не, не, просто ребята приехали, а у них два колеса спущенных. Он еле-еле туда дотащился, там единственный свет был на трассе. Ну, это даже не трасса была, да, а проснулся на дорогу. Да, у него два колеса спущенных. Приехали милиция за ним, ну, и полиция. Вот, открутила, положила в багажник. Съездила, через полчаса приехала. Парень раз, раз, ну, не получается полицейский. Так, раз, погоди. Молодцы, да. Да, вообще, то есть, как бы, и причем мы с местными говорили там, они рассказали, что там какой-то лет назад, неизвестно сколько, сменили всю полицию, федеральную прежде всего. Парень раз, коробцей. Действительно, стали служить народу, и всех их вызывают, они всем помогают. В общем, так удивительно было. Крутяк, крутяк. Встанешь где-нибудь ночью, местные напрягаются, что неизвестная машина. Они приедут, проверят, ну, так, пообщаются, и вообще никаких служит. Да. То есть, по итогу, значит, нету опасных стран. Ну, нам, видимо, везло. Да нет, да нет. Ну, такого, чтобы вот опасность, чтобы какая-то там ни разу не встречали. Ну, сколько вы парковались? Ну, я напряглась один раз в колонне, когда мы пришли. Ой, ну, колонны, да, такой город. Через город шли. Жесткие, реально. Мы поставили машину, искали интернет. Ни в одном из Макдональдсов не было в колонне интернета. Вот. И мы где-то по ночной улице идем, а значит, ногу подмышкой, еще что-то. И это был единственный раз, когда там, значит, сидят такие дамочки странного вида. И меня стало реально непосредственно. Да, 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 мы там тоже шли. Это не опасно, просто как-то я себя чувствовала не... Да, да, да. Вот у меня тоже он, кстати, вот колонн и богота. Вот у меня пока что они запомнились. Да, мне богота очень не понравилась. Да? Понравилась? А чем? Ну, она очень грязная какая-то, да, для меня. Мы не выезжали... Мы в разных, я в разных местах, да, находился, мы катались и были. И мне что-то она очень... Ну, такая вот, хочется, знаешь, пойти как в душ помыться после нее. Из тех стран, которые вы уже пересекли, оказалось самое интересное. Да, самая большая и самое интересное, там очень большое количество национальных парков. Они настолько разнообразны. Во-вторых, там везде есть где паркануться на трассе. Да, кстати, вот как вы обходились все-таки? Америка очень любит, чтобы в кемпингах или бесплатной парковке вы находились всегда. Мы в США не спали в гостинице ни разу. Ни разу, да. Там всегда есть рестерия. Ни в США, ни в Канаде. Вот. Всегда есть какие-то парковки на пляжах. Вот. И всегда есть достаточно очень демократичные полицейские, вот, которые приходят. А, здрасте, добрый день, да. Да, никогда не видел русских номеров. Да, примерно так. Да, да. То есть, как бы, и очень-очень так приятно. Вот. Поэтому она просто самая большая, во-первых, мы там больше всего времени провели. Вот. И очень разные. Там есть более северные районы, более южные районы. Там есть засушливая Аризона. И есть утопающие в зелени. Там тот же Куртболтимор, Мэриленд, Вирджиния. Они, наверное, жирно-зеленые, наверное. Но одна из идей, кроме как посмотреть Америке, да, то есть, была идея простая. По пути посмотреть все достижения человечества. Ну, вот. Максимально. В Америке, да, то есть, мы видели Европу, да, то есть, как бы, какая она и что там есть, да, то в Америках мы не видели. И поэтому, кроме как задачи доехать, например, в национальные парки, мы обязательно посетили все большие железяки. Авианосцы, линкоры, самолеты, все большие штуки, которые только построил человек. Мы их, да, всех и заехали. То есть, начиная от Манхэттена, линкоры, еще раз повторюсь, да, здесь там авианосцы, потом Текаль, Мексика, да, но вот все, что построил человек, мы все с тобой собрать, посмотреть. Там бы гувера изъезжали, какие-то такие вот сооружения человека, всякие башни облазали. Вопрос такой. С работы вы уволились. Ну, да. И в итоге сейчас по приезду будете искать новую работу или, возможно, что вернете старую, типа? У нас очень неспецифическая работа. Ну, есть же ведь всегда план оптимистический, да, и пессимистический. Пессимистический не берут, но на этот план тоже есть план. Отличный ответ. То есть, просто большинство людей очень думают, ну, а как же я брошу работу? Или все такое. Ну, значит, ипотек у вас не было? Нет. То есть, это главный вопрос. В этом смысле, да, мы как бы... Не фанаты кредитов любого характера. Мы прощались, наши дороги опять расходятся.